чтобы спикеры видели, что людям интересно, они приходят и приходят без остановки. Всем здравствуйте, меня зовут Бигема Джекеева, я являюсь программным менеджером IWPR по Центральной Азии. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей очередной виртуальной экспертной дискуссии, посвященной теме государства и гражданское общество в период пандемии в Центральной Азии, возможности демократии снизу. Уважаемые участники, спикеры, гости нашей встречи, позвольте мне выразить искреннюю признательность нашему ключевому спикеру сегодняшней встречи Евгению Жовтису, простите, я здесь неправильно произвела вашу фамилию, который любезно согласился выступить с кратким докладом о том, каково состояние гражданского общества в Центральной Азии в 2021 году, какие новые тенденции в его развитии обнажил кризис пандемии. Благодарим вас за согласие выступить сегодня на нашей встрече. Если я говорю слишком быстро, остановите меня, у меня такая привычка говорить быстро, потому что мне кажется, что спикеры после меня будут интереснее намного, чем я. Конечно, наши уважаемые спикеры, модераторы ко встрече, мы с неверпением ждем ваши выступления и надеемся узнать много нового в рамках заявленной темы нашей встречи. Благодарю также всех тех, кто сегодня пришел к нам. Ваш интерес вдохновляет нас, организовывая такие диалоговые площадки, где мы обсуждаем важные социально-политические проблемы региона. Готовясь к сегодняшней встрече, я была очень приятно поражена тем, сколько гражданской инициативой и солидарности было проявлено нашими согражданами Центральной Азии в период пандемии. Мы видели это у нас буквально на улицах Бишкека, мы слышали истории из Алматы, Душамбе и Ташкента, о том, что люди объединяются, организуют народные штабы, союзы взаимопомощи разного рода и краудфандинг. И многие наши коллеги и друзья мобилизировали человеческие финансовые ресурсы через социальные сети. Воистину, кризисы рождают инновационные и нестандартные решения проблем. И то, как гражданское общество во всех странах Центральной Азии выступило единым фронтом и объединило всех, мне кажется, людей абсолютно разных взглядов и бэкграундов, дает нам какую-то надежду, что наше государство обладает большим талантом, потенциалом и людьми, самое главное, и пандемия показала нам, что она стала лишь просто важной вехой в этом процессе. Поэтому мы очень рады собраться здесь с вами. Мы хотели бы поговорить о том, насколько важно иметь сильное гражданское общество в странах Центральной Азии. И с радостью, глядя на то, как наши докладчики подготовились сегодня на их материалы, мы можем сказать, что это правда, и гражданское общество у нас уже достаточно сильное и развитое. И последний технический момент. Мы хотели бы также отметить, что сегодняшняя встреча проводится в рамках проекта «Расширять, проверять, вовлекать информацию для демократизации и надлежащего управления в Ебразии», финансируемой нашими старыми добрыми партнерами Министерства иностранных дел Королевства Норвегии. Мы от всего сердца благодарим Норвежский МИД за платформное долгосрочное партнерство. Для нас большая честь и гордость проводить данные мероприятия, и мы очень рады, что вы сегодня пришли на наше мероприятие. Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы с нами обсудить на следующих экспериментах аналитических встречах, пожалуйста, мне и моим коллегам. Мы всегда рады предложениям, мы всегда рады послушать ваши интересные доклады и поднимать разговоры, создавать какие-то диалоговые площадки в зависимости от того, что интересно вам. Вот. Все. Перестаю говорить. Отдаю слово нашей дорогой модераторке сегодняшней встречи, Татьяне Чернобиль. Татьяна, вам спасибо. Спасибо, Бигарин. Здравствуйте всем. Очень рада промодерировать предстоящую дискуссию. Она действительно кажется интересной, и я думаю, что и для меня тоже будут открытия, как и для вас, Бигарин, во время сегодняшнего разговора. И мы поощряем именно к разговору всех, не только спикеров, которые, кстати, представлены из всех, кроме Туркменистана, стран Центральной Азии, но и зрителей сегодняшнего обсуждения. На самом деле пандемия, и это вопрос тоже ко всем спикерам, и для обсуждения, и для размышлений, и для зрителей тоже, пандемия в какой-то степени была и таким откровением, и возможностью, окном таким возможностей, в том числе для организации гражданского общества. И не случайно название нашего разговора обозначено как «Возможности для демократии снизу». И именно мы предлагаем посмотреть на то, что случилось, и через что мы прошли, и продолжаем проходить сейчас, не только как на испытания, но и как на возможность. Именно для демократии снизу, как Бигаим сказала, действительно гражданское общество опередило государство во многих вещах во время пандемии. Гражданское общество реагировало оперативнее, быстрее, информацией снабжало общество также оперативнее, быстрее, выверяло информацию оперативнее, быстрее. Но чего это стоило самому гражданскому обществу? Насколько это было успешным, насколько это было неуспешным, вот то, о чем мы сегодня порассуждаем с нашими спикерами. И я с удовольствием передаю слово сейчас Евгению Александровичу Жовтису, правозащитнику с огромным стажем. Евгений Александрович расскажет о своем взгляде на ситуацию не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Евгений Александрович изглавляет Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности. Евгений Александрович, пожалуйста, мы вас слушаем. Я предупреждаю всех спикеров, но не то, что предупреждаю, еще раз напоминаю, что у нас ведется запись сегодняшнего обсуждения. Мы периодически будем делать скрины экрана, если вы не возражаете. Надеюсь, вы не возражаете. Ну и начнем и продолжим. Евгений Александрович. Добрый день всем. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я постараюсь уложиться в регламент. Итак, уважаемые участники региональной онлайн-дискуссии. Ввиду ограниченности времени для выступления и обозначенной темы, я выдвину три ключевых, с моей точки зрения, тезиса. Отталкиваясь прежде всего от того, какими понятиями мы оперируем. Тезис первый. Понятие общества или, скорее, традиционное общество и гражданское общество не являются тождественными. Мы часто их путаем, а они не одно и то же. Во втором словосочетании ключевое слово первое, то есть гражданское, а именно состоящее из граждан, не в смысле политико-правовой связи человека и государства и наличия паспорта или удостоверения личности, а в смысле того, что такое общество или его наиболее активная часть состоит из свободных, с чувством собственного достоинства, ответственных, интересующихся и участвующих в общих делах граждан, для которых помимо личного есть еще и общественное, причем на уровне участия как в решении общих проблем, так и участия в принятии решений, в том числе управленческих. Тезис второй. Я не буду глубоко вдаваться в историю развития общества и государства, но напомню, что общество как социальное понятие формировалось сотни тысяч лет и окончательно оно утвердилось где-то 30-40 тысяч лет назад. А государства стали возникать только 6 тысяч лет назад по сравнению с этим сроком. То есть общество без государств существовали еще около 30 тысяч лет. Человек социализируется в обществе. Государство из общества возникает, упрощенно говоря, как система органов и институтов, поддерживающих определенные правила. И вот с момента возникновения государств взаимодействиями и взаимоотношения между ними и обществами имели очень сложный и противоречивый характер. От жесткой вертикальной системы власти и подчинения до системы равноправного партнерства и общественного договора. Традиционные общества в Центральной Азии существуют тоже тысячи лет. В них и на горизонтальном уровне они стараются решать возникающие проблемы и чаще всего, конечно, намного более эффективно, чем государство. В них сильны горизонтальные связи. В них есть социальные структуры. Ну, классический пример Махаля в Узбекистане или социальные практики вроде Асара в Казахстане. Тем не менее, проблема в том, что гражданские общества формируются и развиваются в демократических политических системах, где такие общества более или менее равноправные субъекты политики и принятия решений. В авторитарных государствах и диктатурах общество – это объекты, а не субъекты. Государственные политики. Они обычно помощники государства в лице правящих элитных групп, но не партнеры. Именно поэтому при наличии женских, детских, ветеранских и прочих организаций в Советском Союзе никому в голову не приходило их называть гражданскими обществами. Они были просто обществами. Во всех странах Центральной Азии, по моему мнению, гражданские общества еще не сформировались. Есть их отдельные важные проявления, причем не во всех государствах, в виде политических партий и групп, прежде всего оппозиционных, независимых профсоюзов, независимых гражданских организаций, в том числе правозащитных, независимых средств массовой информации, гражданских активистов и так далее, и так далее, и так далее. Это проявление гражданских обществ. Но в целом мы имеем дело пока с таким гибридом из зарождающихся гражданских обществ, большей частью, не только, но большей частью сконцентрированных в крупных городах и традиционных обществ, в основном представленных в сельской местности. И главное, развитость гражданского общества в значительной степени зависит от политического устройства той или иной страны. Чем больше движение к демократической системе, к политическому плюрализму, к свободе выражения мнений, к свободе объединения мирных собраний, к свободным выборам, к созданию эффективных каналов обратной связи и участию граждан в управлении делами государства и принятию решений, тем сильнее и развитие общества, гражданское общество, которое я имею в виду. Тезис третий. В современном мире, в подавляющем большинстве развитых государств, я сразу же говорю, что примеры Китая, Сингапура и двух-трех еще стран, это исключение из правил, хотя с успехами, с экономическим развитием, но тем не менее утверждаю, что это исключение из правил, подтверждающих само правило. Так вот, в подавляющем большинстве развитых государств сильные и динамичные гражданские общества, как ни парадоксально, самые эффективные инструменты управления, потому что они обеспечивают обратную критическую связь, они обеспечивают корректировку государственной политики и даже мирную смену власти для корректировки самого вектора развития. Как я уже отмечал, в Центральной Азии и современные государства, и современные гражданские общества пока находятся в стадии развития с неодинаковой скоростью. Создается различное институциональное оформление каналов обратной связи, общества и государства, консультативные площадки, рабочие группы, общественное обсуждение законопроектов, отчеты органов власти перед населением и так далее. Могу привести ряд примеров нашей страны. Созданы целый ряд общественных советов при всех практически министерствах и местных органах исполнительной власти. Есть консультативно-совещательный орган, диалоговая площадка по человеческому измерению при Министерстве иностранных дел. Обсуждается реформирование законодательства о некоммерческих организациях и рамочный закон об общественном контроле. Создаются разные рабочие группы, в том числе в парламенте с участием экспертов и представителей гражданского общества. Но все же государства пока авторитарны, а общества пока более традиционные, чем гражданские. К тому же процесс такого развития в позитивном направлении не гарантирован на 100%, что показывает пример России и Беларуси, например. Ситуация с COVID, она просто как лакмусовая бумажка, эти проблемы проявляет. Общества реагируют естественным путем, как традиционные. Они пытаются решать свои проблемы, иногда чуть-чуть поддавливают государство, где это возможно. Но пока проблемы существуют, потому что они системные. Потому что когда общество и общественные организации и граждане – это объект государственной политики, а не субъект ее выработки, участия, принятия решений, то зачастую неэффективность государственного аппарата, его чрезмерная бюрократичность, запаздывание с принятием решений, низкий уровень доверия населения государству становится особенно явным. И, конечно, в этих случаях традиционные общества, да и зачатки гражданских обществ переходят к практикам самоорганизации для решения насущных проблем, в том числе и в отношении пандемии COVID-19. Но ключевой вопрос для государств Центральной Азии остается один – вопрос создания благоприятных политических и правовых условий для развития сильных гражданских обществ, без которых устойчивое развитие и конкурентоспособность современных государств и обществ в 21 веке маловероятно, если вообще возможно. Все остальное, как мне кажется, я завершаю, является производным из этих ключевых фундаментальных тезисов. От этого представления, как мир развивался тысячелетия, и как он динамично, со значительным ускорением развивается в последние несколько десятков лет, а с появлением интернета, с появлением, вот словно говоря, со стиранием всех виртуальных границ, которые, правда, ради стран, в том числе и у нас, недавно пытаются снова в той или иной форме восстановить, тем не менее, это абсолютно бесполезное занятие, потому что капиталы, идеи, работа будут перетекать все с меньшим участием государства. И тогда, как раз, вот этим самым государством современным, которым придется самим меняться, просто как воздух, будут нужны сильные гражданские общества, на которые все больше будет переходить задача самоорганизации и решения проблем с все большим уменьшением роли государства, может быть, только в той части, в которой традиционно создавались. Это безопасности, поддержание правил, поддержание порядка и обеспечение и переспределение общих средств для поддержки уязвимых и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Александрович. Действительно, такой кейноут, спика, вступительное слово и такая очень хорошая затравка для сегодняшнего разговора и размышления. На самом деле, если переходить к пандемии, к COVID-19, это был кризис государства или, как вы рассказали, возможно, это была такая лакмусовая бумажка, которая выявила несостоятельность государства и вот эту несостоятельность государства заместили собой гражданские общества или, как вы утверждаете, в Центральной Азии это скорее традиционные общества и которые, кстати, на фоне пандемии вот они и проявились. Вот это тоже, кстати, что-то на порассуждать. Гражданские общества против традиционных обществ и какие из них эффективнее, какие ближе к народу, нужны ли гражданские общества только для взаимодействия с государством или они действительно какие-то функции государства могут нести и насколько это вообще востребовано и насколько государство должно обеспокоиться, наши государства, авторитарные государства, они должны обеспокоиться активностью гражданских обществ и насколько еще тоже вопросно поразмышлять, насколько традиционные общества способны как скоро в наших странах перерасти в деятельные гражданские общества как противостояние государству и вот этот гражданин с чувством собственного достоинства, как вы его описали, который способен принимать участие в управлении делами государства, насколько это черта характеризующая все наши страны. Татьяна, маленькая реплика, я просто не удержусь, чтобы потом не брать слова. Это не гидрихотомия, это не противопоставление, это дополнение. То есть вообще традиционные общества могут очень много добавить и внести, исходя просто из огромной истории, из огромных социальных практик, которые развивались многолетиями, но они дополняются гражданскими и обществами просто потому, что переходят в другое состояние. Они переходят в состояние понимания не своей вторичности по отношению к государству, а условно говоря своей первичности. И тогда традиционные социальные институты и практики играют очень позитивную роль, просто обогащая и добавляя каналы, формы, методы, инструменты взаимоотношений с государством или решения на горизональном уровне своих общих проблем. Да, спасибо. Спасибо. Действительно, традиционные общества, они исторически продолжительная, более продолжительная институция, чем действительно гражданские общества. еще есть вопросы и тоже есть о чем действительно подумать, но давайте сейчас послушаем Сергея Маринина и Муслимбека Буриева. Оба они участники школы аналитики Кабар Эйжа, Сергей представляет Кыргызстан сегодня в разговоре, Муслимбек Таджикистан, и расскажут они о гражданском обществе и кризисе управления в период COVID-19 в Кыргызстане и Таджикистане соответственно. Пожалуйста, передаю вам слово. Благодарю вас, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники нашей сегодняшней дискуссии. Прежде чем я начну нашу презентацию, позвольте мне сразу в чат поделиться двумя ссылками. Первая ссылка это на нашу работу. Вот она у меня здесь, распечатана на русском языке, также есть на русском, на кыргызском, на таджикском языке. Коллеги, если нужно вам, обращайтесь, пожалуйста, будем с радостью передать им. Я нахожусь в Бишкеке, могу вам физическую копию предоставить, если необходимо. Вторая ссылка это прием на школу аналитики, которая пройдет в Алматы с 15 по 20 ноября. Сразу реклама, дисклеймеры. Так как мы с Муслимбеком являемся оба выпускниками этой школы, очень важно устроить эти мосты, аналитические связи между экспертами. Сейчас позвольте я презентацию нашу покажу. Так, видно ли ее всем, коллеги? Подскажите, пожалуйста. Да, видно. Так, ну и, собственно говоря, давайте я перейду к нашей презентации. У нас очень ограниченный регламент. Вот, данная работа в целом стала возможна благодаря поддержке Eurasia Lab Fellowship Project. Вообще, это работа трех авторов, но мы с Муслимбеком двое из трех, так что, в общем, можем говорить за целую работу. Вот, вы видите, здесь она представлена. Касательно, вот, собственно говоря, все три автора. Я посчитал необходимым в презентации помянуть это, потому что это очень важно, да, настраивать эти вот связи аналитические в регионе. Мне кажется, это очень важный аспект, в принципе. И, ведь, по сути дела, та тема, которую мы сегодня обсуждаем, гражданское общество, это тоже налаживание связей. То есть, как различные субъекты гражданского общества, волонтерские группы, которые Бегаим упомянула, какие-то союзы взаимопомощи, да, стихийно образовались. Это все такие people-to-people connections своего рода. Поэтому это очень важно, на мой взгляд. Переходя к проблеме нашего исследования, да, в общем-то, здесь, в принципе, уже спикеры многие обозначили, как-то рамочно. Основную проблему это то, что кризис управления в Кыргызстане, Таджикистане, вызванный COVID-19, был очень массивный, он затронул различные сферы отрасли в государстве, это здравоохранение, образование, финансовый сектор, да, экономическая рецессия произошла. То есть, очень большой, такой многокомплексный кризис, но основный момент это то, что Таджикистан, на первых порах, игнорировал в целом, да, то есть, не вводил локдаун. И вследствие этого возникли очень большие, на самом деле, проблемы во всех отраслях, в госуправлении, да, поэтому, собственно, создался этот кризис управления. А в Кыргызстане, помимо прочих, проблема была то, что, например, случаи пневмонии в общую статистику долгое время не вносились. Это тоже внесло определенные, скажем так, коррективы, и в целом, как вот Министерство здравоохранения работало, то есть, вопросы к протоколу лечения и так далее, и так далее. То есть, в целом, у обоих правительств не было достаточных ресурсов для адекватного устранения последствий пандемии COVID-19. Мы в результате нашей исследования достигнутой технологии, пробегусь, 19 пол структурированных интервью провели, то есть, довольно большая работа, проводили в Кыргызстане, Таджикистане с представителями организаций гражданского общества, международных организаций. И также, что интересно, Игорь Александрович упомянул, и Татьяна, вы тоже, традиционное общество. Мы также затронули кейс памирцев в Таджикистане. То есть, у них тоже очень интересные были способы мобилизации во время устранения последствий коронакризиса. Вторичные источники это стандартно, в общем, это медиа, социал-медиа, также отчеты международных организаций, либо отчеты других исследователей. Переходя к проблеме, значит, непосредственно, некоторые, извините, пожалуйста, на английском заголовке, но я думаю, я переведу. То есть, вот, ответа государства на пандемию COVID-19, в частности, вот в Кыргызстане, да, кейс Кыргызстана, вот, если вы видите, по слева, собственно говоря, это основные такие моменты, рейперные точки, это отсутствие должной поддержки здравоохранения и образования, сектора образования, как я уже сказал выше, это обнищание и экономический спад, с которым государство, к сожалению, не в должной мере не справилось. Я бы еще добавил здесь отсутствие должной поддержки бизнеса общества в Кыргызстане, к сожалению. непрозрачный средств донорской помощи, к сожалению, тоже большая проблема, это concern, который высказывали и представители гражданского общества, и представители широкой публики. Кыргызстан получил более 400 миллионов долларов США и не совсем было прозрачно, скажем так, вот, то есть как эти средства потратились, соответственно, отсутствие подотчетности, к сожалению, тоже имело место. Информационный вакуум, инфодемия, да, на первых парах, то есть у людей очень-очень много мифов вообще бытовало в целом, но я думаю, это характерно и для Казахстана, наверное, тоже. Я сам, как казахстанец, отчасти отслеживал эту проблему, к сожалению, вот этот момент тоже присутствовал. Ну и вакуум лидерства, который образовался в результате, то есть выборов в прошлой осени в Кыргызстане, когда парламентский кризис возник, возник кризис президентской власти, соответственно, правительства, и вот никто, грубо говоря, из пауэр-акторов, да, не мог взять на себя ответственность за пандемию. То есть она как-то вот так, ни шалка, ни ватка, ни валка шла сама по себе, и, в общем-то, к сожалению, вот этот момент тоже очень важен. Касательно быстро, если пробежаться поезд в истории развития вообще взаимоотношений государства и гражданского общества, важный тезис это то, что в современной политической истории Кыргызстана и НПО всегда играли важную роль в контрольной деятельности госвласти. Собственно говоря, это ни для кого не открытие, я думаю, для всех присутствующих в Кыргызстане очень сильное, наверное, самое сильное гражданское общество среди всех государств Центральной Азии. Вот, если быстренько пробежаться по временным рамкам, то 90-е годы это наиболее активный рост гражданского общества, когда активно привлекалось гражданское общество в различные комиссии, в законотворческую деятельность. Ну, а с 2005 года, собственно говоря, я даже сказал, начало 2000, 2001, 2002, к сожалению, произошли, начали возникать, скажем так, авторитарные тенденции в Кыргызстане, и это постепенно такой вот накат, да, на гражданское общество, к сожалению, особенно он ярко появился после того, как Манас Air Base, ну, то есть, американская авиабаза была изгнана, да, скажем так, из Кыргызстана, и когда началось активное геополитическое влияние России, соответственно, были попытки принятия закона об инагентах, так называемом, да, против НКО, к сожалению, последние тенденции, это новый закон о деятельности НКО, который был подписан 7 июля, если не ошибаюсь, 21 года президентом, вот, к сожалению, он немножко, то есть, определенные рестрикции внес, к сожалению, в работу сектора НПО в Кыргызстане, вот, мой коллега из Таджикистана продолжит именно кейс по Таджикистану, спасибо. Да, спасибо большое, Сергей, за предоставленное слово, приветствую всех, ну, что хочется сказать по вот этой части, то, что, в общем, в общем и целом, в Таджикистане, в Кыргызстане события развивались, в принципе, одинаково, тоже был игнорированность со стороны государства, допустим, роста случаев пневмонии, большая зависимость от внешней помощи, неэффективное распределение этой внешней помощи, также, минусов подотчетности по распределению и растрате полученных средств, допустим, в Таджикистане только один регион отчитался по средствам, полученных от международных доноров, от международных доноров, именно в плане гуманитарной помощи, а в остальном, остальные регионы, допустим, не предоставили никакого отчета по этому вопросу. Также был большой дефицит средств издевленной защиты и медицинского оборудования, что привело к тому, что, допустим, в госпитрах, в больницах людей даже не принимали, пациентов не принимали, они вынуждены и затем в дальнейшем проходить лечение у себя дома, то есть вызывать, искать врачей, медсестер, чтобы они делали капельницы и прочее и тому подобное. Что хочется сказать по Таджикистану, самое интересное, практически один из последних, одной из последних стран в мире, которая не признавала случаи коронавируса в стране, при этом наше население, допустим, видело, что происходит вокруг и многие не могли поверить в то, что у нас действительно его нет. В итоге, из-за того, что также государство делилось очень малое количество информации по этому поводу, население было неуверено в том, что происходит вокруг них, то, что происходит в Таджикистане и из-за чего был рост, без президента рост такого недоверия в сторону государства, в сторону информации, которую государство предоставляет. Даже, допустим, был пример, что некоторые некие активисты, они запустили свою собственную альтернативную базу данных по количеству заболеваний COVID-19. В результате потом государство приняло заблокировать его, потому что это могло привести к панике, к паникерским настроениям среди населениям. Это вот что касается того, что происходило внутри Таджикистана с точки зрения государства. А вот, допустим, что интересно насчет, если поговорить в счет гражданского общества самого в Таджикистане, то есть Сергей до этого говорил, что в Кыргызстане оно самое активное среди всего, гражданское общество всех стран, стран Азии, в Кыргызстане оно самое активное, самое влиятельное. В Таджикистане нельзя, по поводу Таджикистана нельзя, конечно, этого сказать. Оно у нас воспринимается как пассивное гражданское общество в стране. Также то же самое, что в Кыргызстане у нас очень жесткое законодательство для НПО. Они должны проходить каждый раз отчетность, отчитываться за посредства, полученные от внешних доноров публиковать все онлайн, то есть они должны быть прозрачными по требованиям государства, и многие маленькие ПО, они просто ресурсы, они могут потянуть такую нагрузку, допустим, банально платить бухгалтерам или аудиторам, чтобы они проводили, чтобы они готовили для них документацию для отчета. Также государство в принципе в плане инициатив гражданского общества не очень активно, иногда может затягивать предоставление доступа к каким-либо базе данных о уязвимых слоях населения, допустим, или по карде вообще очень медленно координировать действия, потому что НПО вынуждены постоянно согласовывать свои проекты, инициативы с государствами, все зависит от них, они могут не так уж и быстро предоставить какое-либо разрешение на проведение какого-либо мероприятия. В целом гражданское общество у нас невлиятельное, потому что государство ограничивает доступ к процессу принятия решений. С недавних пор замечаются некоторые вспышки такой активности, когда государство привлекает негосударственных акторов к формулировкам каких-либо государственных программ, но это лишь единичный случай, говорить пока о какой-то общей тенденции достаточно рано. И в целом один из самых важнейших факторов, я думаю, что касается гражданского общества в Трикстане, что существует определенное недоверие к НПО, потому что они как бы выходят за рамки контроля государства именно в плане того, что они делают, откуда они получают деньги. И даже важнее то, что именно откуда они получают, то есть за рубежа от каких-то международных донорских организаций, даже от иностранных правительств. И это все выстраивает такое недоверительное отношение к неправительственным организациям, воспринимает их как иностранных агентов, шпионов и так далее. И это очень сильно бьет по репутации НПО у нас в стране. Это в принципе все. Сейчас возвращаю слово Сергею. Да, коллеги, буквально быстро, я знаю, что уже по регламенту мы немножко несколько выходим за границы. Буквально по стратегии мобилизации организации гражданского общества, Татьяна, вы отчасти сказали про то, что, скажем так, это сходство для обоих государств, Кыргызстан, для Таджикистана, это финансовая прозрачность. То есть отчеты публиковались буквально каждый день, либо каждую неделю, и те люди, которые доноры, то есть через краудфандинг, деньги, которые собирались, это все было максимально транспарентно и видно по всем социальным связям, там, в телеграммах, в телеграмме, в инстаграме и так далее. Это налаженное взаимопонимание, разделение обязанностей, тоже очень эффективно подошли народные штабы, волонтерские группы вот к такой проблеме, то есть к работе в целом. Очень важный момент, и я думаю, коллеги тоже будут о нем говорить, вот особенно в Узбекистане, да, это использование цифровых технологий, то есть это социальные медиа, мессенджеры, краудфандинг-платформы. Это очень важно для такой финансовой sustainability, да, для, мне кажется, организации гражданского общества. Сотрудничество с государственными структурами, где это было возможно, в Кыргызстане, в Таджикистане, оно чуть более активно было, это тоже очень важно. Ну и продолжение работы после окончания авторфазы коронакризиса в Кыргызстане это институционализация своей деятельности, то есть стихийно созданы какие-то волонтерские группы, институционализировали себя, зарегистрировались и дальше продолжили свою деятельность, это в частности, вот, например, здесь вы посмотрите, это партия «Наш народ», они получили пять мест до отмены выборов, прошу заметить, да, в городской Кенеж, но вот этот вот кредибилити, да, народный, который у них вырос, благодаря тому, что большинство членов этой партии это были волонтеры, это очень важный момент и очень важный вывод в работе именно вот вообще в целом представителей гражданского общества в Кыргызстане. Вот. Ну и по рекомендациям мы слимем быстренько. Спасибо. Хорошо, тогда буквально пару секунд, пару минут или сколько там у нас осталось, по-моему, у нас ничего не осталось. Окей, значит, мы постарались сделать какие-то рекомендации для нескольких групп, в том числе для гражданского общества, для международных организаций, но хотелось бы поговорить больше о госучреждениях, потому что они как бы более... Единственное, как бы влиятельная сила остается среди всех трех, которые могут что-то сделать для развития гражданского общества, для предоставления больше голоса, допустим, голоса, чтобы голос был услышан в государственных структурах. То есть мы советовали, допустим, советуем постоянно включать гражданского общества в комитеты по реагированию на каких-то во время кризисных ситуаций, то есть чтобы они постоянно были там, так как они доказали, что у них есть ресурсы, что они могут мобилизироваться в таких кризисных ситуациях, допустим, в тех же самых природных катастрофах, допустим. Дальше, конечно же, стоит стремиться к тому, чтобы упрощать процедуру регистрации, потому что есть некоторые примеры среди наших респондентов, которые участвовали как часть неформального такого объединения волонтеров, затем подали заявление на регистрацию как НПО. То есть если есть такие примеры, то в принципе есть потребность к тому, чтобы упрощать процедуру регистрации законодательства в целом для НПО. Также хотелось бы, чтобы официально признали вклад организации гражданского общества во время пандемии, чтобы усилить мотивацию и для, допустим, появления новых каких-то движений волонтерских, которые будут помогать людям, помогать уязвимым группам, в принципе, это сработает как такой эффект очень мотивирующий, который может даже начать новую волну каких-либо НПО, благотворительных организаций и так далее. Многие говорили, что они респонденты рассказывали о том, что они очень активно использовали мессенджеры и так далее, что пришли к вам к тому, чтобы посоветовать сделать так, чтобы обеспечить организации гражданского общества постоянному быстрому высокоростному доступу в интернет, чтобы облегчить их координацию между собой и с государственной структурой в том числе. И последнее, что хотелось бы сказать, это создать цифровую платформу для совместной координации для гражданского общества. Это у нас до сих пор не существует. Об этом часто говорят, но все равно у нас никаких продвижений в этом нет. Но в целом мы надеемся, что ситуация улучшится в ближайшее время, хотя бы лет в течение пяти или шести лет. В принципе, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое коллеге. Спасибо, Сергей. Спасибо, Муслинбек. Ну вот в тех трендах, которые мы наблюдаем в наших странах, насколько эти тренды ведут нас к устойчивой демократии или нет. Муслинбек сказал о так сказать низком индексе влияния гражданского общества в Таджикистане. Сергей отметил как раз вот эту возросшую влиятельность в Кыргызстане и объяснил, что это традиционная такая неизбежность в Кыргызстане, потому что гражданское общество там устанавливалось достаточно долго. Но вот вопрос, кто кому нужен, пандемия показала, что эффективность гражданского общества и Евгений Александрович сказал, что куда как ни крути, гражданское общество это просто-напросто эффективный инструмент управления в государстве. Государство должно осознать эту роль гражданского общества. Но в наших странах государство осознало ли, осознать-то возможно осознало, но готовы ли принять вот эту активную роль гражданского общества. Кроме того, гражданское общество это ведь еще инструмент безусловно контроля самого государства. Вот государство сейчас в наших странах, они поняли вот эту роль гражданского общества и не могли ее не принять в заданных условиях, потому что гражданское общество действительно оказалось, да, и подтвердило, что это эффективный инструмент реагирования на такие ситуации, как сейчас, но насколько наши правительства, наши государства согласятся с этой ролью, и насколько это будет выгодно нашим государствам, потому что Евгений Александрович тоже это подчеркнул, что демократия, всякая демократия, демократическое устройство не может гражданского общества, и равно как гражданское общество означает демократию, демократическое управление. Ну давайте послушаем про Узбекистан и продолжим размышлять. Про Узбекистан нам расскажет доктор Бахром Раджабов, доктор Раджабов, профессор Вебстерского университета из Узбекистана. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые участники, гости. Я хотел бы сказать, во-первых, что, конечно, все вопросы, которые до этого коллеги-спикеры поднимали, в равной степени они в той или иной части также справедливы для Узбекистана. Многие вопросы поднимались точно так же и по донорским вливаниям, и по тому, как, насколько эффективна была работа государства в период ковид и так далее, и так далее. Все в той или иной степени. Но кроме того, в Узбекистане еще ковид, к сожалению, на ковид, точнее, было наслоение такое у нас там прорвало дамбу. Это было тоже серьезным уроном тогда и для людей. И, естественно, это государственные затраты, которые и так в период коронакризиса из-за фактического локдауна и сокрытия экономики, при остановке ее вынужденной, тоже было дополнительной нагрузкой на бюджет, соответственно. То есть, да, тема большая. Я буду говорить конкретно про другое, про социальные инновации, про то, насколько на самом деле кризис, возможно, является хорошим триггером для того, чтобы развивать какие-то социальные инновационные идеи и проекты. И вообще вопрос в моей презентации стоит так, насколько вообще удалось ввиду кризиса запустить социальные инновации, потому что на самом деле для Узбекистана социальные инновации не являются чем-то очень уж новым. Об этом я тоже буду говорить. Если будут вопросы, мы еще об этом поподробнее на этом остановимся. Итак, собственно, вопрос вообще, как продвигались проекты социальные инновационные вообще в Центральной Азии, но я буду и про Узбекистан в частности говорить. Также после моего выступления я скину ссылку, возможно, да, лучше после выступления в чат, где вы можете прочитать поподробнее о том, как в Центральной Азиатской Республиках именно вот эти социальные инновационные проекты развивались, какие были там препятствия или какие были возможности. Ну, немного теории, буквально чуть-чуть, я сильно урезал многие моменты. Речь уже шла несколько раз, и первый спикер говорил про социальные практики. Вот есть такая теория, она так и называется по-английски, social practice theory, и там речь идет о том, что социальные инновации – это, собственно, сочетание каких-то новых социальных практик, которые на деле старые практики, неэффективные практики заменяют. И на микроуровне, по сути, происходит многократное повторение новых практик, которые друг на друга не похожи, хотя и повторяются. И вот это повторение в результате приводит к социальным инновациям в обществе. Как это происходит, немножко скажу сейчас, чуть попозже в этой презентации. Но когда я делал исследование именно того, насколько социальные инновационные проекты во время ковида, насколько ковид был толчком, насколько эти социальные инновационные проекты пошли, я также использовал немножечко нормативное такое суждение, ну, не суждение, а такую рамку нормативную, как бы это так называемый capability approach. и дело в том, что социальная инновация, это есть процесс, но нужно как бы определенные рамки ставить, чтобы понимать, чему этот процесс ведет, в конце концов, каким благам. И вот capability approach это помогает сделать. Но на самом деле еще более полезные вещи, проистекающие из теории, это вот эти. Это какие-то определенные критерии, по которым вы можете понять вообще то, что вы делаете как проект и называете это социально-инновационным проектом. Оно есть на самом деле социальная инновация в обществе или нет? Или вы что-то делаете другое? Так вот эти критерии, они помогают понять, какой это феномен, есть социальная инновация или нет. Ну, в частности, новизна, например, того, что предлагается, насколько это ново. Для социальных инноваций необходимо, чтобы контекстуально хотя бы идеи были новы для общества. Следующий пункт – это насколько вообще эти идеи, они ориентированы на людей, насколько они проистекают из нужд людей, насколько люди вообще сами формируют свои нужды и предлагают определенные решения. Здесь можно дискутировать о том, насколько это эффективно, насколько люди, которые испытывают проблему, могут сгенерировать и хорошее инновационное решение этой проблемы. Здесь можно спорить, есть мнение, например, что нужен определенный внешний опыт, внешний взгляд на проблему, чтобы ее решить. Но как бы что не всегда те, кто испытывает проблему, могут предложить и хорошее решение. Можем рассуждать. Но следующий пункт – это сотрудничество или нетворкинг. То есть, насколько для того, чтобы социально-инновационный проект работал, необходимое сотрудничество, насколько вообще этот критерий был выполнен в период ковида в Центральной Азии, насколько разные сектора, ну, в частности, предположим, это негосударственный сектор, государственный сектор и в том числе бизнес или частный сектор, насколько они сотрудничали для того, чтобы сгенерировать какой-то проект. Следующее – это локальность или, например, ориентация на конкретную область или, напротив, например, как бы нейтральность. Часто была в теории такая как бы задумка или такая идея, что, например, негосударственные организации есть генераторы социальных инноваций, и они или в этом секторе происходит эта генерация, а потом уже как бы распространяется. Но есть противоположное мнение, что, например, социальная инновация возникает только в результате сотрудничества, ну, нескольких секторов, и тогда они более устойчивые, более жизнеспособные. Ну, как это работает в Центральной Азии, тоже я на это смотрел. Использованные технологии уже упоминались, действительно, ИКТ. Вообще для социальных инноваций абсолютно необязательно, чтобы вот этот элемент был, но, тем не менее, видно на практике и как бы на примере и других стран в мире, и постсоветских стран, в которых я вот девяти из них недавно провел исследования именно по этой теме, действительно превалирует компонент использования информационно-коммуникационных технологий, мессенджеров, то есть социальных сетей и прочего, и прочего, какой-то технический элемент, хай-тек, может быть, иногда лоу-тек элемент. Дальше социальное воздействие или насколько как бы эти социальные инновации реально удовлетворяют потребности людей. Если они удовлетворяют, то этот критерий выполняется, если нет, то нет. Увеличение масштаба, соответственно, этого диффузии или так называемый скейлинг, то есть насколько какая-то идея, какой-то прототип идеи, он действительно, его можно распространить по всей стране, предположим, на все общество. Или это какой-то пилот, который на микроуровне срабатывает, и больше его нельзя распространить. Вот тоже вопрос. Для реальной социальной инновации этот критерий должен быть выполнен. То есть прототип должен быть таким жизнеспособным и способным к диффузии по всей социальной системе. Ну и в конце концов, самое главное, ведет ли социальная инновация к реальному социальной перемене, к смене, так называемой, это в теории называют смены социальной реальности. Насколько это происходит? Если это происходит, то эта социальная инновация в конце концов достигает своей конечной цели и становится реально в обществе вот той социальной инновации, а не чем-то другим. Немножечко как бы такой общий взгляд на все страны Старальной Азии. Вы можете смотреть, это из последнего исследования, оно еще не опубликовано, но вот немножечко я делюсь тем, что я нашел, какие организации, по сути, занимаются в четырех странах региона социальными инновациями. И вы видите, что это разброс фактически от международных доноров или международных НПО до каких-то академических учреждений, причем совершенно на разном уровне. В Кыргызстане, видите, это ОСФ и Аутсад, то есть, соответственно, вот как бы так. А там, например, в Узбекистане это в какой-то момент это была программа развития ООН, потом это стали партнеры местные, такое движение общенациональное, как Юг Салиш, и доноры в лице Юсаида и совместных программах Ки-Фор Ай. Поэтому очень интересный какой-то разброс, кто участвует в этом, так сказать, бизнесе социальных инноваций в Центральной Азии. В Казахстане очень сейчас идет большой тренд, и даже есть отдельная программа Social Innovation Central Asia, которую Юсаид поддерживает. Я с коллегами общался, интервью у них брал, они очень интересные идеи тоже продвигают. Но говоря об Узбекистане, опять же, или от стран стран Азии, в частности, об Узбекистане, мы видели очень много таких вещей, как бы уже коллеги упоминали, именно неформальные какие-то взаимодействия людей, и формальные, в том числе, взаимодействия через определенные ассоциации, неправительственные организации, такие как Изгуамаль, например, которые тютелька в тютельку расписывали, что куда они потратили, и это был очень интересный кейс, потому что, включая диаспору, или, так скажем, не диаспору, а комьюнити узбекистанцев за границей, которые занимались фандрайзингом через разные, через культурные мероприятия, через обучение танцев и так далее, именно для иностранцев, которые готовы были за это платить, и эти деньги потом переводились через эту организацию в Узбекистан, на что закупались оксигенаторы и прочие необходимые вещи для людей, которые в этом нуждались, поэтому был такой опыт. Также, ну, там очень много неформальных всяких организаций, даже вплоть до индивидуальных каких-то чат-ботов, и в Кыргызстане, и в Казахстане это было, и в Таджикистане была вот организация, она и есть, Фишрафт называется, я думаю, коллеги из Таджикистана знают такую организацию, они тоже много чего делали, и на самом деле, как бы, эта тенденция, она нарастала. И, как бы, в Узбекистане я привожу несколько других примеров, где, вот, в частности, Юг Салиш, Пифора и Арго, это ассоциация неправительственных организаций из Казахстана, они совместно делали, поддерживали такие проекты по психологической помощи и так далее, и так далее. То есть, примеры были. Вопросы? В том, насколько это все социальные инновации, насколько вот такие идеи, которые подтолкнул кризис, они тянут на то, чтобы быть, в конце концов, социальными инновациями, что-то изменить реально в центрально-азиатских обществах. Ну, и здесь, как бы, несколько немножечко вот в этом плане оценок было таких. Я пока общими, такими крупными мазками прошелся, о деталях можем говорить. По поводу новизны, действительно, об этом никто не поспорит, что это были новые условия. Ковид ни для кого не был каким-то подарком судьбы, который все ждали. Для всех это была неожиданность абсолютной. И здесь новые действия в новом социальном контексте мы нашли. То есть, я нашел в исследовании. Действительно, это был новый контекст абсолютно, который требовал нового действия. И эти действия иногда для некоторых стран стран страны неожиданные. Они действительно, как бы, производились. Ориентация на людей была, действительно, было. Проекты были ориентированы на граждан. Они исходили часто от граждан. И эти все группы самопомощи и самоорганизации и так далее, это все имело место. Другое дело, что в каких-то странах это быстренько прибрали к рукам и централизовали через государство. Такое тоже было, другая тема. Но, тем не менее, нетворкинг и сотрудничество имело место. Действительно, была очень активная роль и зарубежных диаспор, этих комьюнити, и негосударственных организаций или организаций гражданского общества, и в том числе правительств. В части Узбекистана, например, даже посольства подключились, чтобы помогать этим неформально неорганизованным группам и комьюнити узбекистанцев за границей. В их деятельности они всяческую помощь по правительственной линии оказывали. Это факт, который тоже был определён, найден. Действительно, проекты, которые делались в период COVID-19, они были межотраслевыми проектами. Они реализовывались разными акторами совершенно. От волонтёров до подключения правительства к этим проектам. Это я сказал уже. Они действительно удовлетворяли конкретные потребности. То есть, по сути дела, то, что делала негосударственная организация, я про них говорю, и то, что делали волонтёры, то это действительно были попытки удовлетворить те потребности, которые не решались по той или иной степени государства. Ну и, конечно, расширение. Планы по расширению есть у этих организаций. Но вот начиная с этого пункта начинаются проблемы. С социальной инновацией должны быть социальные инновации только когда вот этот и следующий пункт будут исполнены, как я сказал. А тут уже трудно что-то предсказать, и не нашли мы никаких, я не нашёл фактов того, что вот те проекты, они как-то были распространены. Да, вопрос устойчивости был. То есть, думали организации, которые поддерживали эти проекты, об устойчивости этих проектов. Но это абсолютно не то, что вот сделать диффузию по всей стране. Такого не наблюдалось. И, конечно же, пока ещё очень рано судить о каких-то социальных переменах или изменениях, которые эти проекты могут принести. Более того, здесь проблема в том, что нет адекватных инструментов оценки вообще, какие-то изменения эти проекты производят или нет. Ну вот есть какой-то бейзлайн, скажем, вот мы с этого начинали, у нас была такая потребность, и вот мы сделали. И всё. Вот обычно оценка заканчивалась вот таким образом. Ну и самый последний мой слайд – это выводы. По сути дела, опять же, это здесь такими широкими мазками, проекты, поддерживаемые и реализуемые неправительственным сектором и волонтёрами вообще в странах Австралии, в Узбекистане в частности. Они были сформулированы как ответ на вспышку ковида в странах. И они продемонстрировали в том числе, я могу сказать за Узбекистан в частности, что происходящие на местах изменения, они реальны в сообществах. Несмотря, конечно, на сопутствующие трудности, в том числе, как уже коллеги из Таджикистана отмечали, с регистрацией НПО, это проблема для негосударственного сектора. Проекты социально-инновационные, они ещё как бы не могут классифицироваться к социальной инновации, и я сказал, почему. Они требуют больше времени, и они должны быть инсоциализированы, пока этого нет. Социальные сети очень большую роль сыграли, ИКТ, они действительно повлияли на распространение гражданской инициатив в Центральной Азии и в Узбекистане в частности. И роль правительства изменилась реально, как бы, например, для Узбекистана это большой плюс был в этот период, потому что ранее, как бы, такой активной роли правительства по многим социально важным вопросам не наблюдалось. Но сейчас, в тот момент ситуация была иной. Более активное взаимодействие было с гражданским обществом, и более активное было признание вклада гражданского общества и волонтёров. Ну как, скажем так, я буду осторожен с терминами, не гражданского общества, а, скажем, активными гражданами, которые желали нести вклад и имели на это возможность, в том числе и за границей. Ну и последнее, хотя в некоторых случаях, конечно, правительство всё же пыталось заменить НПО, они всё-таки не препятствовали в работе волонтёров и так далее. Единственное, по крайней мере, в Узбекистане был лимит, как бы, ну, тот формально объявленный лимит, что, как бы, правительство беспокоится за здоровье волонтёров, то есть нет гарантии, что они не заразятся. И поэтому, как бы, лимитирует к какой-то степени деятельность. Можем дискутировать на этот счёт, я пока вот здесь остановлюсь, чтобы мы дальше могли пообщаться. Спасибо. Спасибо большое, доктор Раджабов. Действительно, вы ещё их не называете социальными инновациями, но инновационные проекты, которые доказали свою эффективность в период кризиса с COVID-19. А чтобы они превратились в социальные инновации, как вы сказали, потребуется и взаимодействие, вернее, какие-то усилия со стороны государства, чтобы расширить, мультипризировать полученный эффект. Давайте послушаем теперь о том, как обстояли дела и обстоят дела в Казахстане. Рустам Капшагбаев расскажет нам про Казахстан. Рустам – консультант в области прав человека из Казахстана, и тема его выступления, как пандемия COVID-19, повлияла на мобилизацию гражданского сектора в Казахстане. Пожалуйста, Рустам. Рустам Капшагба – и мы вас пока не слышим. Да, теперь должны слышать. Я просто почему-то нажал на шарить экран, и в этот момент пропал звук. Но мы видели ваш экран. А, экран видели? Да. Звук у вас действительно пропадает, когда вы шарите экран. Может быть, вы сможете презентацию быстренько скинуть? Мы могли за вас ее продемонстрировать. Извините за технические неудобства. Да, спасибо. Так странно, впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. А куда я могу скинуть? На электронную почту или в стол? Да, можете на электронную почту сразу, пожалуйста. Спасибо. Сейчас, секунду, извините. Вы пока можете скидывать и параллельно начать какое-то ведение. Да, я могу, я начну, но я не мультизадачный. Так, вот я Сергей вам скинул на электронную почту. Здравствуйте, меня зовут Рустам Кокшакбаев. Я комплексант в области прав человека. Я также сотрудник Женевского центра по гражданским политическим правам. Но должен сделать оговорку, что все, что я сегодня буду говорить или обсуждать, не обязательно попадает в Женевского центра по гражданским политическим правам. Я хотел поблагодарить организаторов за приглашение выступить сегодня по презентации. Вот, так, но я же правильно понимаю, вы еще Сергея не включили, да? А, вы отключили. А мне слышно? Да, вас слышно. И вашу презентацию мы видим. Только вы командуете, когда чего листать. Вот, командовать я умею. Меня попросили сегодня выступить с темой, как пандемия COVID-19 повлила на организацию к штанатской сектору в Казахстане. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Спасибо. И я, когда я готовил эту презентацию, готовился к сегодняшней дискуссии, я основывался на том оп-эде, редакционной колонке, или как называется, который я написал для Atlantic Council. Она называется... Публикация называется «Переживая для Казахстана ранние стадии, ранние шаги в демократическом пробуждении». И чтобы начать то, о чем я буду говорить, я просто хотел бросить вот эту мысль, о которой я говорил в этой публикации, о том, что вообще такое Казахстан. Казахстан — это четвертая часть населения Центральной Азии, если мы берем нас без Аканистана. Но при том, что это всего лишь 25% населения региона, Казахстан представляет собой 60% всего регионального ВВП. В этом смысле Казахстан — такой региональный слон, территориально, экономически. И сам этот факт обусловливает гигантскую, я бы сказала, раздутую, хорошую или в плохом смысле роль Казахстана в регионе. Что Казахстан еще отличает или выделяет в регионе, это, предположительно, его крупнейший организированный регионов средний класс и, вероятно, наибольшая и, вероятно, значительная прослойка образованных людей, получивших образование за рубежом по ряду, в целом случае. И то, о чем я говорил в этой публикации, также касалось того, что государство сегодня, сейчас, государство последнего года после того самого начавшегося транзита, демонстрирует некие смешанные шаги на фоне растущей и меняющейся протестности. Я имею в виду растущей, потому что, очевидно, протестность разных сегментов общества, и казахстанское общество в целом последние два и больше лет растет. Меняющейся, подменяющейся протестности я имею в виду то, что на гражданское общество взрывным образом входят совершенно новые социальные страты общества, о которых никто не думал, скажем, в 2019-го года вообще. И вот я прорекламировал эту статью, которую вы можете представить. Можно, пожалуйста, в следующий слайд? И чтобы начать уже то, о чем я сейчас буду говорить, я хочу сразу поговорить три главных тезиса спойлера всего моего выступления. Их три. Первое, что пандемия, если мы говорим о том, как мобилизовала гражданская общество, или как поменяла гражданское общество в Казахстане во время пандемии, первый тезис – пандемия не создала качество нового гражданского общества. Второй тезис – но пандемия создала или мобилизовала гражданские инициативы. То есть одни инициативы возникли благодаря пандемии, или были спровоцированы пандемией, а другие гражданские инициативы стали невероятно популярными благодаря или из-за пандемии. И третий тезис – несмотря на то, что государство продолжало старые практики, которые оно практиковало еще до пандемии, государство, тем не менее, меньше, чем мы ожидали, использовало пандемию для сужения гражданского пространства. Вот. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Вот. И вот это изображение, которое вы видите, наверное, многие казахстанцы, наверняка, все узнают эту фотографию. Это так называемые нашелевшие заваренные подъезды. Когда в марте 2020 года, в начале апреля, в Казахстане были подтверждены первые случаи коронавируса, местные власти очень буквально воспринимали идею карантина. И когда в каком-то подъезде, в том доме, подтверждался куча коронавируса, местные медицинские власти, как я понимаю, закрывали весь подъезд на карантин и, как сообщали СМИ, заваривали двери. И вот вырезали там окошко для передачи. Потом, правда, местные власти опровергали это, и можно дискутировать на тему вывода. Следующий слайд, пожалуйста. И я как правозащитник хотел бы поговорить в общих чертах какие-то генеральные вещи о том, что происходило в Казахстане во время пандемии или в Казахстане во время пандемии в плане прав человека. Пять, наверное, вещей, которые обращают мое личное внимание, как меня, в сферах, в которых я за ним работаю. Это первое. Казахстан впервые из своей истории взял чрезвычайное положение в марте 2021 года. До этого чрезвычайных положений в независимой истории не было. И, если честно, я небольшой спец в истории чрезвычайных положений советского времени, но для меня это выглядит так, что мы, они жили в состоянии чрезвычайного положения со времен контакта Второй мировой войны. Это очень интересно в таком историческом контексте рассматривать ситуацию, в которой мы оказались в том году. Чрезвычайное положение было введено президентским указом после первых подтвержденных случаев, а чрезвычайное положение стало основой для ограничения ряда гражданских прав и свобод и других прав человека. Это, прежде всего, ограничение права на здоровье, ограничение права на свободное передвижение, на выезд и въезд в Казахстан и на мирные собрания. И также, это может быть предметом дебатов, ограничение свободы слова. Впервые в истории в наш лексикон вошло слово локдауны. В последние два года мы живем периодически в разных степенях локдаунов. Локдауны в самом жестком смысле в прошлом году подразумевали приостановление междугородного транспорта, международного сообщения, закрытие границ, запрятанное передвижение внутри городов, на каком-то, на пике первой волны, если я правильно помню, нам нельзя было выходить, в большинство городов нельзя было выходить никуда, кроме аптеки, продуктовых магазинов. Вот. И так, и под локдауны я еще включаю появление приложения Ашик. Это приложение, которое позволяет отслеживать статус каждого человека по его индивидуальному номеру. И если вы там просканируете приложение Ашик себя, то вы узнаете, вы вакцинированный, какой у вас статус. То есть инфицированный, контактный, вакцинированный или никакой, нейтральный. Вот. И это приложение используется для допуска во многие общественные места до сих пор. Вот. Что еще произошло в Казахстане во время пандемии? Мы ухитрились провести два раза выборы. В январе 21-го года были парламентские выборы происходящие офлайн. И в августе 21-го прошли местные выборы, тоже офлайн. Вот. Четвертая вещь, это наш национальный мем, наверное, в 42-500. А в 42-500 это цифра, это выплата, которую дважды делало государство в адрес всех людей, которые потеряли свои доходы. Это были, речь идет о миллионах людей. Эта сумма равняется примерно 100 долларам. Ну и по этой, собственно, причине это стало мемом. Вот. И децентрализация ad hoc. Это то, что я называю это децентрализация ad hoc, потому что во время пандемии мы оказались в такой ситуации, когда вот этот вот не мем, а этот наш старый стереотип о том, что сертиентрализованные государства эффективны во время таких резких кризисов, когда нужно быстро реагировать на меняющиеся условия. И мы жили под, собственно, под влиянием этого мифа все время независимости, думая, что в обмен на некоторые гражданские политические свободы мы получаем эффективное государство, которое особенно эффективно во время кризисов. И мы увидели, что когда настоящий кризис тяпнул Казахстан, мы пришли к той ситуации, когда местные областные самоврачи получили внезапно право ограничивать гражданские права свободы на региональном уровне. То есть, когда эта возможность сверхцентрализация во время кризиса была необходимее всего, мы пришли к ситуации, когда государство резко решило централизоваться и спустить даже ограничения гражданских свобод на самый буквальный низ. Можно, пожалуйста, следующий слайд? И этот слайд, наверное, связан с тем, о чем я только что говорил, о том, что гражданское общество не так сильно изменилось, и государство тоже не сильно изменилось во время пандемии, то есть, не изобрело ничего нового, потому что все, в принципе, что происходило до пандемии в плане прав человека продолжалось в той или иной степени во время пандемии. И в качестве примеров я вот хотел только привести суд Надальнуром Ильяшевым, это политический активист казахстанский известный, которого во время пандемии на самом пике в прошлом году летом судили за его критику правящей партии, но формальное обвинение обвиняло его в том, что из-за двух его постов в Фейсбуке, в которых он пишет о неэффективной политике по поддерживанию коронавируса, в общем, эти два поста в Фейсбуке могут вызвать массовое недоверие гражданам государству, и из-за этого массовое несоблюдение карантина, что приведет к огромным смертям. Его судили за это. Второй пример, суть над Аси Тулесовой, это та самая сбитая кепка во время одного из мирных протестов в прошлом году у Аси Тулесовой случился инцидент полицейским, который участвовал в разгоне этого мирного протеста, в результате чего была сбита кепка у одного полицейского, но в уголовном деле было шесть пострадавших мужчин. Другой, третий пример, это запрет движения по названию Коще партия С. Коще партия С была объявлена частью структуры ДВК, которая объявлена судом экстремистикой. Соответственно, до сих пор продолжается уголовное преследование людей, так или иначе, связанных с этим движением. Что происходило еще? Мирные протесты в Казахстане происходили и происходили разгоны. Но также еще начало случаться то, что называется кетлингом, о чем я позже поговорю. Также во время пандемии, как ни странно, увеличилось количество политик ученых в Казахстане, несмотря на какие-то шаги государства, которые взяли по поводу либерализации законодательства. И случились и в наш приход вошло такое понятие как онлайн-суды. Что я лично считаю эволюцией выездных судов. И чтобы понимать казахстанский контекст, в 2019 году в Казахстане появилась массовая практика так называемых выездных судов, когда людей, которых задерживали во время протестов, их не везли из участка в суд, а судья сам приезжал ночью в полицейский участок и там происходило выездное судебное заседание. А в 2020 году, когда началась пандемия, государство решило, что судам вообще не надо никуда ехать, никому не надо суда ехать, а можно проводить суды через суд. И это у нас происходило, если я не ошибаюсь, полгода. Можете следующий, пожалуйста. я бы хотел быстро проговорить про несколько ситуаций, что ли, которые происходили до пандемии и после пандемии. Я хотел просто выстроить эту логическую цепочку о том, как менялось или менялось казахстанское общество во время пандемии или гражданское общество во время пандемии. И хотел начать с выборов, потому что выборы тоже явный показатель, на мой взгляд, того, как поменялось к цепочку обществу к сегодня и как оно менялось во время пандемии тоже. 10 января 2021 года пошли парламентские выборы, на которых по официальным данным победила партия Нуратан в очередной раз. Официальные ее данные, официальные ее результаты были 71%, и дальше шли несколько других партий. Но что интересно, параллельно с этим наблюдение и подсчет голосов в большой части избирательных участков ввела так называемая Лига молодых избирателей. Это гражданская инициатива, которая существует на протяжении многих лет, и которая обсуждает независимый мониторинг выборов. Что интересно, Лига молодых избирателей позже отчиталась, что согласно ее подсчетам, на ее участках Нуратан победил. Но победил с гораздо меньшими результатами. В частности, по истрицам выходило 48% у партии Нуратан, и после этого шли другие четыре партии. Обращаю внимание два факта. Первое, что согласно этому независимому мониторингу в парламент проходили целых пять партий. А второе, что если бы эти результаты независимого мониторинга были бы официальными, представлены себе в каком-то теоретическом мере, то у нас в Казахстане впервые в истории получилось бы коалиционное правительство и ни одна партия, потому что ни одна партия набрала большинство голосов. И я собственно говорю это в своей публикации, которую упомянул то, что я называю эрозией сутра большинства, потому что такие результаты партии Нуратан и результаты президентских выборов кстати 19-го года, где независимый мониторинг выборов показывал возможность второго тура. Вот эта эрозия супер большинства это сравнительно новое явление в казахстанской внутренней политике, в казахстанской политике вообще, потому что по крайней мере те люди, с которыми я разговаривал, которые проводили мониторинг прошлых выборов, говорят, что в целом по их впечатлениям и по тем мониторингам, которые они проводили, скажем, до 2019-го года, Нуратан и правящие кандидаты всегда выигрывали выборы в принципе и честно. Другое дело, что потом официальные итоги выборов показывали еще более высокие цифры у этих партий и кандидатов, но и даже на честных выборах они бы выигрывали. Что произошло после 2019-го года и 2021-го года, мы видим, что общество переступило какой-то порог в казахстанское общество переступило этот порог, после которого ни одна правящая партия уже не зарабатывает абсолютного большинства на счет выборов. Теоретически, есть ли отталкиваться данных независимых избирателей. И что еще служит лишним подтверждением вот этой тенденции, этого текционического двига, это результаты опросов в популярных телеграм-каналах, которые были в течение 2020-го года. Если посмотреть на эти больших телеграм-опросов, где участвовали десятки тысяч человек, это, конечно, тоже непоказательно, но тем не менее, в этих популярных телеграм-каналах, что интересно, рейтинг партии Нуротан тоже примерно 40% 44-48%. Это, наверное, еще может указывать на то, что результатам некоторых независимых наблюдателей можно доверять. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Я прошу прощения, немножко по регламенту, мы чуть-чуть выходим за рамки, так что, если можете, Рустам, чуть-чуть побыстрее, прошу прощения. Спасибо. Хорошо, тогда я просто могу пропустить ровную такой слайд, потому что я там в детали укажу. Я просто проговорю, что аналогично происходило в Казахстане с мирными собраниями. Примерно в октябре 2019 года бюро Демоскоп опубликовало свои удивившие многих результаты опросов, согласно которым 43% казахстанцев относятся к митинам положительно, что противоречит доминирующей до этого идее политической идеи о том, что казахстанцы в массе свои пассивные, что эти деньги нужны абсолютно уменьшить по людей, а все остальные хотят стабильности, конструктивных столов, национальных советов и так далее. Как оказалось, по крайней мере, согласно опросу Бюро Демоскоп, так к митингам относятся всего лишь 16% людей, которых опросил Демоскоп. И, в принципе, что я пытался сказать, что мирные собрания в Казахстане протестность росла и до 2020 года, когда началась пандемия, и фактически пандемия случилась в тот момент, как пандемия просто врезалась вот в это демократическое пробуждение в Казахстане, протестное демократическое пробуждение в Казахстане, но, тем не менее, не смогло сломить этот тренд, потому что, несмотря на прямые, буквально, запреты и дезинфекцию митингов, можно, пожалуйста, следующий слайд, через этот слайд. Да, десятый. Нет, вот выше него. Несмотря на запреты, и вот вы видите работники буквально дезинфекцию средствами обрабатывали участников протестов, а протесты продолжались в течение 20-го года, всего 20-го года, и вплоть до сегодня они и продолжаются. И можно, пожалуйста, если бы Сергей вас попросил прокрутить до 14-го слайда, и, наверное, я на 14-м и закончу. Да, вот это он. И вот это настроение, которое строит сейчас в обществе, как мне кажется, очень хорошо проговорила редактор проекта «Протингер» Джамиля Маричева. Она проговорила, что раньше тема митингов была очень маргинализирована, и медиа, которые освещали митинги, воспринимались читателями как маргинальные. А теперь медиа, которые рассказывают о митингах, стало очень много, и теперь некомфортно себя чувствуют те медиа, которые не рассказывают о митингах. Вот следующий, пожалуйста, лайк. И, да, я просто хотел, наверное, тогда и проговорить собственно все, о чем я хотел говорить сегодня в течение презентации. Если говорить, если пытаться собрать в одну кучу все, все, как, все, что я думаю, да, все, как в пандемии повлияло на мобилизацию гражданского сектора в Казахстане, можно, я думаю, презумировать это вот в этих вот тезисах, которые вы видите на экране. Первое, государство поменялось меньше, чем гражданское общество. Мы видели, как гражданство общество могло резко мобилизоваться и выдвигать совершенно потрясающие инициативы, касающиеся и разоблачения фейков, и пропаганды вакцинации, и публикации всяких научных фактов, а также волонтерство и так далее, и так далее. При этом государство, как кажется, мне не показало такой же адаптивности, хотя нельзя сказать, что оно не пыталось. Следующая пандемия показала силу и возможности мобилизации гражданского общества, как я только что сказал, протесты, мирные протесты, которые нарастали еще до пандемии, во время пандемии запрещались, часто запрещались из-за эпидемной ситуации, но многие из них смогли состояться, часть из них были авторизованы, то есть получившие разрешение государства, часть не получали разрешение государства, но они все равно смогли случиться, но при этом необходимо признать, что государство, немного используя пандемию как причину для запрета мероприятий, государство при этом не злоупотребляло своим правом проводить само госмероприятие, то есть многие госмероприятия, мероприятия традиционные типа празднования на уровне тоже поменялись из-за пандемии. Вот, и я хотел особенно на четырех остановиться на четырех вопросах, которые меня лично интересуют в плане долгосрочных последствий пандемии. То есть очевидно, что пандемия будет иметь долгосрочные последствия на... Мы вас теряем, Рустам, со звуком. Вообще, что это вылетело? Первый вопрос доверия. Доверие меня слышно? Теперь да. Да. Ну, вот, четыре вопроса, которые мне со мной интересно обсуждать и смотреть в будущем по поводу долгосрочных последствий пандемии. Первое, это доверие. Мы стали свидетелями во время пандемии, что доверие огромного количества казахстанцев к науке, к экспертам, к государству, к СМИ было абсолютно разрушено перед пандемией и из-за этого во время пандемии государство и общество мы все столкнулись просто с катастрофическим с катастрофическими проблемами, когда люди не хотели, не верили ни государству и никому, включая науке и медицине, когда их пытались убедить, сделать вакцину, когда их пытались убедить, носить маски или соблюдать карантин. Другим долгосрочным последствием, которое я хочу посмотреть, это последствия пандемии над централизацией. наше государство централизовано и пандемия пошатнула уверенность многих в том, что централизация необходима, ульсер-централизация Казахстана необходима для того, чтобы обеспечивать стабильность и эффективность госуправления. Мы увидели, что централизованное государство тоже может не справиться с кризисами. Долгосрочная последствия самоорганизации гражданского общества, я говорил об этом только что, очень много, и вопрос социальных гарантий. Пандемия очевидным образом очень сильно поменяла тот контекст, в котором живут медицинские работники и существует наша медицинская система. Я уверен, что когда пандемия закончится, перед обществом станут вопросы относительно того, какова наша медицинская система и может ли она справляться с кризисами в сфере здравоохранения, насколько государство обеспечивает нужды медицинских работников и защищает их права, в том числе на достаточное денежное финансовое обеспечение. И третий вопрос это то, что я называю разрушение табу о безусловном базовом доходе. Впервые в истории Казахстана государство просто так раздавало деньги людям из-за того, что у них их не было. И мне интересно, это каким-то образом разрушило существовавшее до этого табу на идею о том, чтобы безусловный базовый доход может существовать. Интересно это же будет посмотреть, как после окончания пандемии или когда мы вернемся в более нормальной ситуации, как это изменит нашу дискуссию о подобных социальных гарантиях, социальных выплатах. Вот, я здесь закончу и поблагодарю и извиняюсь в том, что вышел делаем. Спасибо, коллеги. У меня вопрос к организаторам. Мы исчерпали свое время, которое было заложено и на вопросы в том числе. Мы можем занять минут 10 все-таки на вопросы, на обсуждения? Я думаю, да, давайте, конечно, если есть вопросы о депутатах, и тот резюме, которое я бы предложила и, наверное, дробь вопрос. Гражданские общества традиционно выполняют две функции. Сервисную функцию и контрольную функцию. Сервисная функция, она, в принципе, поощрялась нашими государствами, как сказал Евгений Александрович, как Сергей сказал. И у кого-то не отключен микрофон. Можно попросить? Я хотел задать вопрос. Сейчас, секунду, секунду, я договорю, и вы зададите свой вопрос. Мы вопросы пойдем в письменном виде в чате. Если вы его сможете сформулировать в чате, было бы прекрасно. А мы можем так, я думаю. Потому что, если русс, боюсь, что это может затянуть, это может, да? Ну, хорошо. Это наш редактор. И вот я договорю, что вот эта сервисная функция и контрольная функция гражданского общества, контрольная функция, она больше развита в ходе на демократических обществах, когда гражданское общество противопоставляется управленческим функциям государства и контролирует деятельность государства. вот пандемия как раз снизила контрольную функцию гражданского общества. Из всех стран Центральной Азии, на мой взгляд, контрольная функция гражданского общества была больше всего, как сказал Сергей, представлена в Кыргызстане. И это так, с этим нельзя было спорить до недавних времен. Даже в Кыргызстане это меняется теперь. государство вынуждено было принять за собственной несостоятельностью сервисную функцию и согласиться с ней гражданского общества. И гражданское общество приняло на себя эту функцию и успешно исправилось, о чем сказали представители и Узбекистана, и Таджикистана. Что станет, станет с нашими гражданскими обществами в дальнейшем? Сможем ли мы удержать вот эту активность гражданского общества и эта активность она все-таки когда-нибудь перетечет в контрольную подлинную функцию гражданского общества или останемся роли удобной для наших недемократических государств? Ну вот я с таким вопросом и давайте послушаем вопрос редактора вашего. Так, меня слышно? Да, вас хорошо слышно. у меня короткий вопрос к Муслимбеку Буриеве. По какой причине, как вы думаете, власти Таджикистана скрывали скрывали приход пандемии ковида в Таджикистан? Ведь это же не от их зависело, ведь они как бы ни в чем не виноваты, это была всемирная напица. муслимбеку. Да, хорошо, спасибо большое за вопрос. Ну что, хочется сказать, да, вы правы, это не их вина была, но тем не менее наше государство, я думаю, осознавало, что они готовы к подобным кризисам еще, как бы, в плане ресурсов, в плане и в плане вообще умения, административных ресурсов в том числе, в плане умения, имею в виду, управлять кризисными ситуациями, правильно их встречать и делать так, чтобы риски снижались настолько, насколько это возможно. Были также идеи о том, что государство не спешит, они все-таки признали это в какой-то момент, это было, если я сейчас не ошибаюсь, это было в конце апреля, поможете мне поправить. В конце апреля прошлого года я имею в виду. Я в конце апреля. Да, спасибо. Были мнения о том, что это происходит из-за того, что из-за надвигающихся президентских выборов, вообще в целом из-за конъюнктурных, мне кажется, в принципе, все-таки зависит от того, что государство не было уверено, что сможет как-то правильно адресовать все эти вопросы кризисные, особенности на фоне того, что происходит, допустим, вокруг нас в соседние государства, допустим, наверняка сравнивали с Кыргызстаном, где была попытка все-таки вести какой-то локдаун, ограничение движения внутри города, допустим, я говорю про Бишкек, то у нас, скорее всего, даже не скорее, я уверен, что не были готовы во-первых, к этому, во-вторых, не были готовы, что будут негативные экономические в первую очередь все-таки последствия, если будут какие-то ограничения, допустим, для бизнеса, для торговой сферы, это для нас очень важно, для строителей тем более. Спасибо, Муслимбек. Вопрос, ну или что-то прокомментировать хочет Евгений Александрович. Пожалуйста, Евгений Александрович. Спасибо большое. Я на ваш вопрос хотел немножко ответить и развить, ну очень слегка, то, о чем я говорил. Понимаете, ведь гражданское общество, опять же, его немножко, не потому что противоставлю, немножко выделю от общества в целом, это же не просто какая-то абстракция, это набор формальных, неформальных институтов, процедур, инициатив, связи, отдельных людей. Это огромный конгломерат всего, это такая сфера, по большому счету говоря. И тогда, если мы это рассматриваем как сферу, которая не обязательно противостоит государству, но обязательно даже в своей северной функции, которую она выполняет по отношению к гражданам, к обществу, которые одновременно являются и им, и тем, кому представляют эту помощь или свою функцию, она неизбежно даже в этой своей конструкции имеет, условно говоря, право требования, потому что она создала государство, государство из него вышло. И тогда, если вы посмотрите на эту конструкцию, она же, так сказать, такая многоярусная, если вы посмотрите на верхнюю часть этого яруса, то какой самый лучший вообще, условно говоря, контроль государства? Нет лучше ничего парламентского контроля, он ключевой, он начинается с него, потому что это не просто законодательный контроль, это представительность. У нас вообще в Центральной Азии, за исключением Кыргызстана, где просто вот эти последние 30 лет они позволили путем смены власти, пусть даже в рамках таких не очень легитимных процедур, и путем развития гражданской общественности, позволить создать некую новую реальность в этой части и новую роль гражданской общественности, и ощущение гражданственности в обществе. В других странах в Туркмизане этого просто нет, в других странах это очень такой зачат, чуть лучше, чуть хуже, но, если мы посмотрим, вот тут у нас политические партии, которые продолжаются в виде оппозиции в парламент, появляются парламентские контроли. Здесь разделение властей, есть суд, который не гражданское общество, но необходимые инструменты разделения властей и схема сдержек противовесов, которая позволяет апеллировать гражданскому обществу. У него инструментарий появляется разного рода. Тот же самый административный процедурно-профессиональный кодекс, классический пример. Дальше начинаются своеобразные такие институты, как средства массовой информации, без которых вообще ни о каком контроле, никакой реальной оценки ситуации и о формировании общественного мнения говорить невозможно. Дальше начинаются НПО, НКО, как их ни называют. Опять же, формальные, неформальные, иногда даже неформальные, в виде разного рода групп, комитетов играют большую роль. Как сейчас иногда некий блогер играет значительно большую роль в части привлечения внимания к общественным проблемам и в связи гражданской инициативы и гражданской реакции. Значительно большую роль, чем организация, которая кем-то создана. Не буду говорить о знаменитых Гонгах и всем с этим связанных. Поэтому речь идет о том, что управленческая, вернее, контрольная или сервисная функция это не то, чтобы главное для характеристик гражданского общества, а то, что развитие гражданского общества, оно коррелирует с развитием политической системы и всех ее институтов и частей. При этом это абсолютно не означает, о чем кто-то уже тоже говорил, это абсолютно не означает, что будут происходить в обычном обществе, в традиционном обществе, которое тоже меняется, оно же не стоит на месте, оно тоже меняется, то есть оно сохраняет какие-то вещи, но это какой-то способ социальной коммуникации, практика, институтов и так далее, оно тоже будет развиваться, будет социально, появляются социальные инновации, и все это очень хорошо, и очень хорошо работаю с ОРГО и с многими разными организациями, я все это прекрасно понимаю, но я понимаю, что мы пытаемся в этом смысле гражданское общество слегка, ну так, условно говоря, деполитизировать, чуть-чуть его так убрать, чтобы над ним не висело этот шлейф опасности политического участия, а в действительности все, о чем мы говорим, это политическое участие, без него невозможно, где есть специальные институты гражданского общества в виде политических партий, и в том числе туда вписываются и традиционные институты, структуры и системы, поэтому это просто вопрос общего развития, приходит новое поколение, появляются новые механика, появляются новые социальные практики и институты, это все будет продолжаться, ведь давайте вспомним, что 20 лет назад на такой социальной практике, как блогерство и всякого рода бедного невозможно было говорить, а сейчас это один из важнейших институтов гражданского общества, и мы сейчас все больше и больше в различных даже документах уже не видим гражданское общество без одного или маленькой группы гражданских активистов, тем более, которые владеют информационными технологий, это развитие, так что оно будет развиваться, вызовы будут продолжать нарастать, но и развитие тоже будет происходить. Ну а что нас ждет за поворотом гражданского общества, дальше наших стран Центральной Азии, это вопрос ко всем, как вы думаете, what is next, что дальше, где мы, какой нас виток развития ждет? Я два слова скажу, это очень трудно предполагать, потому что я очень часто это на разных встречах привожу этот замечательный пример, думаю, он тут тоже будет уместен, когда мой хороший товарищ художник мне сказал, когда я ему жаловался на то, что у нас ничего не происходит или что у нас будет, он мне показал учебник истории на какой-то стране и сказал, что-то там было в 1420 году, а потом что-то в 1650, а посредине говорит, кто-то же жил, вот понимаете, мне не очень хочется, мне не очень нравится эта метафора, этот образ, но тем не менее посредине кто-то жил. Это очень трудно говорить, очень много факторов, очень много вызовов, но есть у меня для вас хорошая новость, скорость изменений настолько убыстрилась, настолько, извиняюсь за такую своеобразную конструкцию, скорость убыстрилась, но скорость настолько высока, настолько все меняется, у нас сейчас события происходят буквально в течение нескольких часов зачастую, те, которые происходили в течение нескольких недель, а те, которые в течение нескольких лет. Поэтому есть какие-то общие тренды, есть вызовы, на которые государство и общество должны отвечать, однозначно государство самостоятельно на эти вызовы отвечать не могут, и более того, роль государств будет постоянно меняться, будет обязательно повышаться роль общества, и в том числе гражданских, потому что надо будет брать на себя гражданскую ответственность, а не только просто ответственность личную или общину, или такую структурную, происходит изменение. И я в этом смысле думаю, что за поворотом умеренно оптимистичное будущее. Хорошо, спасибо. И технологии нам в помощь, как вы говорите. Действительно, даже за эти полтора года в пандемии, что мы живем, действительно цифровизация сознания произошла кардинально. Рустам Капшагбаев поднял руку. Пожалуйста, Рустам. Спасибо большое. Я сначала скажу, что я присоединяюсь к позитивному ожиданию оценки Евгения Александровича. И вот на ваш вопрос, Татьяна, который вы говорите, что дальше будет, я думаю, мы все имеем в виду какие-то позитивные, прогрессивные перемены в каждой из наших стран или в регионе в целом. И здесь, с одной стороны, я хотел сказать, просто привести исследование, про которое я читал. Исследование Кастер Санстейн, это доктор в Лондонской школе экономики и политические науки, если я не ошибаюсь. У него был, особенно он исследовал вопрос, почему происходят перемены. Он пытался ответить на вопрос, можно ли их как-то предсказывать. И, собственно, его вывод – нет. Один и тот же набор факторов и ситуации может перевести к резким переменам или нерезким переменам, а может не привести. То есть после того, как перемена случилась, очень легко сказать, что вот были факторы, были причины, это было неизбежно. Но можно взять такую же аналогичную ситуацию, идентичную ситуацию и увидеть, что перемены не наступали. Я думаю, может быть, каким-то доказательством этого принципа неопределенности является то, как страны Центральной Азии, будучи культурно-политически близки друг к другу, по-разному, собственно, по двум моделям среагировали на кризис, связанный с коронавирусом. Потому что, грубо говоря, у нас в 2020 году было очевидно, что страны регионов среагировали двумя разными способами. Казахстан, например, и Узбекистан сразу же признали, и Кыргызстан, и все эти сразу же признали в случае коронавируса и начали в разной степени вводить локдауны, бороться, выделяем все деньги на борьбу с коронавирусом. А были вот другие страны, которые до последнего не признавали и до сих пор не признаются. Почему так случилось? Я думаю, причины мы можем обсудить. Причины наверняка есть. Но никто бы, наверное, в феврале 2020 года не предсказал, какая из стран Центральной Азии как себя поведет во время кризиса. Но в этом плане это немножко может пессимистично звучать, что мы не знаем, может, ничего не случится, может, ничего не поменяется. С другой стороны, я думаю, будет политической и правовой слепотой, наверное, говорить о том, что Центральное Азиатское общество не меняется в прогрессивную сторону. Мы видим, как общество меняется. По крайней мере, я буду говорить о Казахстане, потому что я знаю, что в Казахстане лучше всего. Казахстанское общество меняется, сегментируется, развивается. Появляются какие-то совершенно неожиданные несколько лет назад движения и гражданские инициативы. У нас в Казахстане был проведен феминистский марш в этом году, на котором участвовал по разным оценкам до тысячи и более человек внутри Алматы. Ради этого Акимату пришлось перекрывать улицы. А на самом марше звучали выступления в защиту трансгендерных людей. Представьте себе эту ситуацию в 2014 году. Ситуация меняется. Я думаю, она меняется в лучшую сторону. И сейчас, наверное, мяч находится на поле лиц, принимающих решения, самого государства, как института большого. Хочет государство вкладывать эти перемены или хочет просто притворяться, что перемен не будет, а потом поженые вклады, которые, наверняка, за стартами самому не хочется. Спасибо. Можно буквально пару слов? Тоже некое резюмирование. Да, конечно. Да, я с Рустамом соглашусь. Я сам просто из Казахстана, но долгое время проживаю в Кыргызстане. Слежу за двумя государствами, на самом деле, очень активно и пристально. По поводу Казахстана, да, согласился. В Кыргызстане мне тоже кажется, что молодежь, да, какие-то молодежные движения, инициативы, то есть это очень такая динамично развивающаяся группа, да, которая вот именно в составе, да, скажем так, различных организаций гражданского движения. Но я все-таки бы, не знаю, у меня какой-то пессимистический взгляд, на самом деле, на развитие данных инициатив, потому что идет активная ретрадиционализация, есть какие-то религиозные, да, то есть группы, которые, естественно, будут также свои интересы подвлекать, защищать интересы граждан, которые, в общем-то, не пусть. То есть влияние религии, влияние национализма, мне кажется, такие моменты тоже, безусловно, будут напрямую затрагивать развитие гражданского общества в Кыргызстане, в Центральной Азии в целом, а вот выход войск, вывод войск из Афганистана, из США, то есть я так понимаю, что, скорее всего, судя по последней речи Байдена, будет уменьшение, возможно, донорских, именно вот, да, вливаний со стороны Запада, я так понимаю, что финансово, то есть какая-то финансовая диверсификация произойдет. Скорее всего, НПО придется искать каких-то других доноров, то есть этот момент тоже, скорее всего, влияет. И последнее, я бы отметил, это роль России для региона. Россия очень важна с точки зрения обеспеченной безопасности, а это, скорее всего, будет влияние на какие-то законодательные инициативы, и это прямым образом, скорее всего, и отразится на развитие гражданского общества. У меня все, спасибо. Спасибо, Сергей. Бахром, пожалуйста, подняли руку. Я хотел бы сказать, коллеги, с точки зрения того, что я презентовал, с точки зрения социальных анализов, то есть насколько, сколько можно ожидать и каким должны быть условия созданы для того, чтобы изменения в обществе желаемые происходили. Вообще, с чисто теоретической точки зрения, есть всегда определенные рамки, которые необходимы для того, чтобы социальные инновации в обществах генерировались и приводили к изменениям. Это и политические рамки, которые отражают социальные потребности, они обязательно должны их отражать. Соответственно, должны быть какие-то социальные соглашения, какие-то социальные рамки, это и предпринимательские рамки. То есть должны быть условия именно созданы для предпринимательства любого типа, предпринимательства в целом и социального предпринимательства, например, в частности. Это очень много, как было уже сказано, в принципе, для социальных анализов тоже это справедливо. Должно произойти очень много так называемых, по-английски это звучит, arrangements. Соответственно, это какие-то соглашения между многими институтами, какие-то сочетания институциональных изменений, которые в результате могут привести к социальной инновации. Кстати, сразу оговорюсь, что изменения, они, конечно, происходят, но далеко не все изменения можно трактовать как позитивные какие-то изменения. То есть могут быть, собственно, и негативные какие-то изменения в обществе. Иногда их трудно спрогнозировать. И это, ну, на примере даже, скажем, вот есть такое понятие социальный перевод. То есть от мигрантов не только деньги, но и какие-то навыки, которые они получают, какие-то знания, социальный капитал переводится в страну пребывания. И далеко не все это воспринимается. Или далеко не все то, что воспринимается, потом как положительно сказывается на этих обществах. Многое чуждо просто бывает. Такие вещи есть. Исследования это подтверждают. С точки зрения изменений в Центральной Азии, как я уже в своем выступлении сказал, те проекты, я их именно называю проектами, а не социальными инновациями в конечном виде, они больше отвечают каким-то локальным, иногда сиюминутным потребностям в сообществах. Возможно, часто они нарушают принцип человекоцентричности, они идут сверху. Создаются целые механизмы, иногда даже министерства, для того, чтобы продвигать инновации, для того, чтобы в частности продвигать социальные инновации. На мой взгляд, это неправильный путь. То есть так это не сработает, скорее всего. И несмотря на то, на это все, очень многое в Центральной Азии, по крайней мере, основываясь на своих исследованиях, я могу сказать, зависит, конечно, от политической рамки. Конечно, правильно сказано, это вопрос политического участия. Да, с одной стороны, конечно, но и в том числе политическая мотивация, которая имеет место, на примере Узбекистана, это очень ярко было показано. Мы в 2012 году делали социальные инновации, потом они в 2019 начали делать. Это произошло фактически естественная смена власти, и приоритеты, соответственно, поменялись, как в отношении инноваций, например, в целом, так и в отношении, скажем, так называемых инноваций в госсекторе, так и социальных инноваций. Совершенно другие. Но вот эти гражданские инициативы с признаками социальных инноваций, гражданские инициативы с признаками социальных инноваций, которые сейчас вовремя подойдут ковидовать в них. Здесь проблема большая в том, что здесь очень, в Центральной Азии, очень часто именно неправительственный сектор видит драйвером социальных инноваций. И это также мои исследования, и не только в Центральной Азии, а в некоторых, в ряде других постсоветских стран, выявила, что нет, вот говорили про координацию с государством, нет даже толком координации иногда в самом гражданском секторе. Многие разные организации, разные доноры спонсируют проекты, которые, в принципе, могли бы работать и вместе, и не дублировать друг друга, но, тем не менее, люди часто просто не делятся. Это я от респондентов получал такие фидбэки, не делятся, не знают даже, кто чем занимается, а это очень вредит. И сам принцип того, что именно госсектор, и только, то есть не государственный сектор, и только не государственный сектор может, или должен такие социальные инновации... Но мы сейчас о нем. Это неправильный концепт. Но вот это не совсем то. Социальные инновации всегда межсекторальный подход. И здесь нужно вовлечение всех игроков. И только тогда, а, это будет устойчиво, б, это, возможно, имеет шанс быть распространено и стать реальной социальной переменой. Хорошо. Спасибо большое, Евгений Александрович. Я очень маленький просто реплику по тому, что Сергей сказал. Понимаете, дело в чем? Нам всегда нужно, когда мы оцениваем перемены, изменения или ожидания этих переменных изменений, всегда добавлять временной параметр. и понимать, как время работает. Традиционные общества, да и вообще общества, они, извините за тавтологию, традиционно консервативны. И поскольку политические процессы всегда конкурентны, альтернативны, и всегда результаты необязательно, те, которые ожидаются, и все это можно накладывать дальше на то, что государство формируется, они не закончили процесс своего, так сказать, укрепления, в том числе Центральной Азии, в том виде, в котором мы это предлагаем, в том, что вызовов иногда значительно больше, чем мы ожидаем, в том, что элиты не успевают и прочее, прочее, ищутся альтернативы. Эти альтернативы ищутся на различных мобилизационных, как бы так сказать, платформах, включая и национализм, включая и иногда религиозный какой-то такой фактор и все такое. Ну, что мы о нас говорим? Посмотрите на Европу, на Восточную, там, посмотрите, примеры уж Венгрии, Польши какого-то периода времени. Это все очень сложные процессы, но если вы к ним добавите временной параметр и поймете, что эти откаты, волны вот эти вот откаты, консервативные, уход немножко в архаику, немножко в поиск мобилизационных новых, ну, не новых, а старых, скорее всего, мобилизационных моментов, вот гражданское общество в этом отношении как раз модернизационно, оно как раз на более, оно прогрессивно, условно говоря, то это будет продолжаться, вот эти волны будут продолжаться, просто в какой-то момент это будет обязательно откат, сколько он продлится, сказать трудно, но я почему сказал, что я такой умеренный оптимист, потому что время сжимается, понимаете, вот они, они значительно, все это значительно быстрее происходит, и мир становится настолько взаимозависимым, все больше и больше, ну, что говорить, мы тут не затрагивали этот момент, но посмотрите, как пандемия высветила невероятную взаимозависимость мира со всех точек зрения, невероятную, как бы, так сказать, взаимозависимость людей между собой, мы еще не научились к этому пониманию, что мы дальше и дальше, и с климатом, и всем мы идем к тому, что, так сказать, я завишу от него, и ничего с этим не сделаешь, и придется чем-то даже своим поступаться в какие-то моменты, чтобы решать общие проблемы. Вот эти процессы, они идут, они будут вот такими вот приливами и отливами, будут идти значительно быстрее, поэтому меня тоже, мне тоже не нравится то, о чем Сергей говорил, я это, что он побидаю, то есть в Казахстане, но я понимаю, что это, ну, некая определенная неизбежность, анализировать это нужно, понимать, что это вызовы перед государством, его институтами и элитой, и понимать, что последнее, что хотел сказать, что вот один из очень важных таких моментов, который в Центральной Азии пока не преодолен, это то, что я всегда называю деперсонификацией власти, где институты заменяют персоны, где система не работает на уровне персонализации, потому что она неизбежно будет приводить к какого-то рода вот таким, ну, условно говоря, к просвещенным автократам, ну, очень хотелось бы, но, мать Терезы, это не получается, и везде, и вместе с Ликуан Ю, если их совместить, очень хороший такой получается кентавр, если так можно назвать в политическом смысле, поэтому я думаю, что здесь просто процессы, они идут, к ним нужно относиться максимально реалистично, и понимать, что, ну, и быть убежденным в том, во всем случае, в том, что я верю, что все-таки альтернативы вот движения к этому модернизационному, демократическому, инклюзивному, партисопаторному обществу и государству, эта альтернатива небольшая, а вызовы будут расти, и где-то откаты эти объективные, реальные, хочется их избежать, но нужно понимать, что они будут. Конечно, и будут поколения, как говорил мой друг Масанов, мы будем все время иметь это дело, то есть мы будем иметь дело с урбанистической, сельскими, так сказать, конфликтами обязательно, и чем больше будет образования, ну, про Афганистан многие говорили, да, ну что, 47% даже после 20 лет американского участия, грамотности. Понятно, что образование очень сильно меняет, понятно, что урбанистическая культура очень сильно на это влияет, на такого роля, что меньше этого консерватизма, но откаты будут, мобилизационный вот такие вот потенциал у консервативных идей, у традиционалистских идей будет продолжаться, но я надеюсь, что это все будет значительно быстрее. Ну и вот на этом оптимистическом, что жить будем, в любом случае, я предлагаю завершить наше сегодняшнее обсуждение, которое, на мой взгляд, удалось, и я передаю слово еще раз организаторам, бегаем, для завершения. Спасибо большое, спасибо нашим спикерам, спасибо нашим гостям, была очень интересная беседа, я понимаю, что мы задержались с вами на 25 минут, мне кажется, доказывает, что беседа была правда очень информативно, интересно, я поблагодарю наших спикеров и нашу модераторку за все ваши доклады, мнения, выводы и самые главные рекомендации, я надеюсь, что все люди, к которым они были направлены, обратят внимание на эти рекомендации, мы в любом случае их еще раз повторим. Данные оригинальные встречи позволяют нам, не знаю, продвигать экспертный диалог по такой важной теме, как демократизация со Центральной Азией. Буквально на правах организаторов я прорекламирую нашу школу аналитики, данное мероприятие было в том числе инициировано нашими двумя выпускниками школы аналитики, это Муслимо и Сергеем, это замечательная возможность для всех поступить на школу аналитики, а потом писать такие вот замечательные пейперы и проводить такие замечательные мероприятия. Это была полностью их идея, и мы ее с радостью поддержали, поэтому, если вы хотите поддерживать, создавать такие же экспертные диалоги, мы всегда к этому открыты, а самый быстрый путь к нашему сердцу это через школу аналитики. Сергей скидывал в чате уже ссылку, если нужно будет, мы еще раз ее повторим, подавайтесь обязательно, школа продает оффлайн в Алма-Ате, это очень важно. Мы любим экспертные онлайн-встречи, но мы по всем скучали и просто хотим потрогать друг друга, поэтому мероприятие пройдет в Алма-Ате с 15 по 20 ноября, будут очень крутые международные и местные эксперты, подавайтесь обязательно дедлайн 3 октября, насколько я помню, поэтому время есть, но совсем немного. Вот, всех наших спикеров, уважаемых модераторов и наших гостей, мы всех вас благодарим, спасибо вам большое, подписывайтесь на kabar.asia во всех социальных сетях, мы обязательно будем продолжать данные экспертные встречи, следующая уже запланирована у нас в октябре. Вот, поэтому всем спасибо, всем хорошего остатка дня, были рады увидеться. спасибо. Спасибо.